Концепцию первых в Барнауле небоскребов на территории речного вокзала разработали тщательно. Ведь для столицы края такая высота непривычна. Особое внимание уделили визуальному восприятию башен. Мы, когда эти две башни проектировали, архитекторы с разных ракурсов смотрели на въезде в город, с моста, как эти башни будут смотреться. То есть в конечном итоге архитекторы такое решение выбрали, что когда ты в город въезжаешь, на въезде в город, в принципе, так и видно, что эти две свечки, они в одной точке сливаются. То есть как будто бы это одна башня стоит. Перед строительством собственник участка совместно с научными сообществами долгое время проводил инженерное изыскание. Было разработано 24 варианта сценария ветровой нагрузки и даже установлены метеорологическая и сейсмическая станции, чтобы детально изучить местность и все капризы природы. Все, что связано с безопасностью здания, все проходит исключительно по заданию научно-исследовательского института и в полном его сопровождении до получения разрешения на строительство. Как показали исследования, воздухообмену города постройка никак не повредит и ветром ее уж точно не снесет. К тому же в основании высотных зданий будет устроено почти 500 свай длиной 43 метра. Всего же глубина основания здания составит 53 метра, это почти 18 этажей вниз. От 40 метров до 100 метров глубиной мы пробурили, пока мы не исследовали все характеристики грунтов для того, чтобы определить глубину заложения фундамента. Для обеспечения устойчивости здания, безопасности здания у нас предусмотрено ниже нуля аутригерный этаж так называемый. А это если на простой язык, условно говоря, перенести, это как дом стоит на пружинах. Высоко не значит неудобно. Будущие жители смогут подниматься на верхние этажи довольно быстро. Планируется установить скоростные лифты. А на случай отключения света предусмотрены дополнительные электроисточники, которые возьмут на себя работу лифтов, отопления и систему пожаротушения. Эта система будет установлена по мировым стандартам для небоскребов. Продумывая строительство высоток, рассуждали о том, чем комплекс может быть интересен для обычных горожан. Поэтому там планируется открытая зона с кафе, ресторанами, спортивным комплексом и обновленной набережной длиной в километр. А это значит, что доступ к набережной будет открыт всем желающим. Любой бизнес, который реализовывается без людей, без посещения людей, он не может существовать. Все, что будет строиться, все, что будет делаться в этой части, это только для людей, для жителей города. Запросы горожан и их беспокойства строители учитывали с самых первых шагов работы на площадке. К примеру, флорентийскую мозаику из своей здания передадут в художественный музей. А еще минувшим летом стройку пришлось остановить, пока ласточки высиживали потомство. Когда вот эти истории там связаны с панно, связаны с ласточками, когда вот эти вопросы, они появлялись, наверное, здесь во главе главы я не ставил, что я сегодня упускаю там зарабатывание денег или что-то недозаработал. Везде должно присутствовать человеческое понимание. Застройщик прекрасно осознает, что место УАБИ, где появятся парящие здания, очень значимое для всех жителей города. И для него важно, чтобы новый объект получился, как его и задумали, местом притяжения для барнаульцев и гостей города. Татьяна Голубева, Мария Моцаева, Алексей Фризин. День с толком.